здравствуйте спасибо большое расскажите нам пожалуйста что такое арбоп и когда он возник арбоп это дворец арбоп начали строиться дважды герам со струда сетка джавы кучаем 1951 начата строка ага и тысячи девятьсот пятьдесят шестому закончился а в течение почти 6 лет а 6 лет стройным так методом хошара за хошара знаете тут колхоз был а все работники метод это означает то что коллег коллективно коллективность коллективно да все колхозники принимали участие а чем колхозы они выращивали хлопок фрукты фрукты мукты хлопок что такое червода чернослив или виноград хурма все было гранат все было урюк был да расскажите это правда что здесь где-то в 92 году было заседание и значит была провозграшена таджикская независимая страна республика 16 ноября 1992 года то есть девяносто втором году буквально день который был вчера 16 ноября да отлично поэтому вчера все праздновали то есть 27 лет ему вчера стукнула как президенту 27 лет так а когда в каком году образовался таджикистан девяносто первым как развалился советский союз так с первым да а какого числа независимость девятого сентября 91 года а значит этот президент вступил вы говорите где-то в декабре 92 года а в ноябре 16 ноября 92 года отлично то есть вас начали еще были коммунисты при власти в начале а после того я понял после этого стала президентская республика президентская парламентская ваша парламент есть тоже да а отлично кто такой исмаил сам они полководец основатель таджикского рода и государства где-то 1000 лет назад он был чуть чуть подробности можете рассказать затрудняется хорошо ладно ладно мы сами найдем расскажите немножко про вот этот арбов что тут есть интересного это правда что вот этот комплекс архитектурный очень похож на петербург на петергоф да 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 это архитектура проекта из санкт-петрограда да ну внутри стоили по национальному внешний вид как санкт-петроград да 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 ну методы машины внутренне построены методы машины по националам ага почему там у вас например серп и молот до сих пор вы уже нет советского союза но у вас летом или днем включаются фонтаны да иногда работают садовники до которые следят за цветами до здесь принимают множество делегаций различных да потому что я видел флагштоки да то есть я заметил здесь цитаты многих советских и российских писателей классиков поэтов до лозунги да а вот она чё так отлично как красиво то есть закончено строительство 56 году охренеть так то есть 63 года уже не было кранов да да коллективное хозяйство все вручную по кирпичику все поставили да без кранов без кранов даже кранов не было вот это вечно зеленый туи да вот это какие-то хвойные растения да я понял идем посмотрим еще цветочки очень друзья если вы не знаете где-то несколько лет назад и был в в таиланде возле города паттайя там есть парк нонг нуч очень красивый который напоминает один в один парк версаль во франции так где-то там возле парижа он находится здесь же мы находимся в парке который один в один напоминает петергоф петергофский дворец и парк и даже здесь мы видим цветочки которые потом будут рассажены здесь по нужным участкам за ними следят садовники выращивают их это живые цветы да ошно настоящие цветочки да они не замерзают зимний сорт обалдеть то есть сейчас у нас температура где-то плюс 5 примерно но все равно у нас живые цветы очень много красивых цветочков я к сожалению в них не разбираюсь вообще ну я вам так покажу чуть-чуть здесь вот и желтенькие похоже на гвоздики беленькие опять желтенькие красненькие вот такие вот by еще мелкие беленькие вот эти очень-очень такие знакомые красно-желтые как чернобривцы у нас их называют по моему беленькие некоторые так чуть-чуть подустали так сейчас я вам покажу самые красивые вот здесь очень хорошо подсвечено действительно смотрите здесь есть красные так красные синие вот есть красивые цветочки так желтенькие вот смотрите какие красивые желтенькие цветочки беленькие опять таки и вот такие вот как бы это сказать бордовые наверное да бордовые бордово-малиновая в общем темно-красная опять-таки белая потом это все будет рассажена здесь по вот этому парку который стоит уже здесь 63 года после окончания строительства и даже вот здесь в этих клумбах на этих постаментах тоже есть маленькие красивые цветочки зимний сорт как мне сказал строитель смотритель простите значит здесь у нас есть цитаты различных таджикских персидских российских и советских классиков вот например здесь есть цитата из белинского жизнь есть действование а действование борьба очень похоже на цитату нашего ивана франко лыж бороться значит жить так здесь у нас саде я был где-то три года назад я был в иране это известный же персидский писатель его звали саде для тех кто не знает таджики это персы прошлом они были одной нацией вместе с персами которые сейчас называется иранцы это было большое персидское царство поэтому у них общее прошлое общая история и даже многие такие явления как амар хая и так далее язык фарси и все прочее это все им очень хорошо знакомо и они могут с гордостью это все утверждать что это они все придумали здесь же у нас до сих пор живет советский союз и даже наверху фасада здания есть знак серпи молот я уже вам его показывал друзья мы не забудьте подписаться на этот канал сейчас мы еще узнаем много интересного и нажать на колокольчик сейчас вернемся к смотрителю еще какие-нибудь красивые слова скажите нам пожалуйста джура здесь включается фонтаны да там дальше той хана на их национальная да там внутри да а туда можно зайти свадьба закончилась уже тихо так это розы для тех кто не знает это белые розы прямо как в песне зимой у нас белые розы ну правда по календарю две недели до зимы но роза еще есть и здесь у нас есть лак сток здесь у нас принимается иностранной делегации да так брата ну переведи мне пожалуйста что такое вот это написано истекла ли яд чавхаре хасти и милат аст переведи пожалуйста так друзья мне удалось выяснить что такое меркози то есть здание вот это прямо перед вами левый фланг этого красивого фасада меркози называется обозначает центр изделий ручной работы я его фотографировал недавно то есть там можно посмотреть выставку и даже купить что-то до изделий ручной работы национально национальные национальные головные уборы шарфики тюбетейки чапаны то есть вот такой вот халат в котором я сейчас нахожусь и прочее 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 атрибутика национального костюма ручной работы в основном из клопка и других изделий натуральной ручной работы отлично всем привет из музея могу это место называть музей это музей дворец дворец арбоп всем привет из дворца арбоп добро пожаловать в республику таджикистан повторите добро пожаловать таджикистан спасибо брат так и не забудьте подписаться нажать на колокольчик поставить лайк и комментировать хорошими словами мы узнали немножко интересного поделитесь этим роликом с друзьями досмотрите до конца и оставайтесь со мной на связи впереди еще очень много интересного я гуляю вокруг света уже пятый год и был уже в этом путешествие в 42 странах в общей сложности за всю жизнь это 56 странах поэтому впереди еще очень много интересного ну и сзади также уже достаточный опыт для того чтобы его лицезреть можно нажать на кнопку плейлисты это 3 слева вверху кнопка 3 слева вверху кнопка плейлисты и вы можете открыть список посещенных мной стран выбрать страну которая вам интересна и посмотреть видео материал оттуда спасибо до встречи на краю света всех целую обнимаю